Нехто Кононов, который как бы министр обороны, как бы ДНР, он вручил пистолет Стечкина Захарченко. Как вы думаете, для чего? Это торжественно при всем народе происходило? Ну, откровенно говоря, подобные праздники там не единственные, поэтому периодически там нахождение друг друга в них это такое, ну, наверное, соревнование, которое не закончится еще долго. Пока место для значков не закончится, потому что я вижу, что и звезда героя, и уже масса медалей на Захарченко, и пистолет Стечкина. Ну, на самом деле, я думаю, что у него не один именной пистолет, поэтому, потому как, в общем, довольно-таки недавно мы там наблюдали, когда он там на рынке, да, там, пистолет и начал смотреть как весы. Ну да, может, как раз шутят в сетях, что будет чем весы проверить. Да, вот, собственно говоря, да, и в том числе такие вот были, ну, традиционные мероприятия, но вот, наверное, все-таки они мне, возможно, как журналист я не должен, да, там, какие-то там национальные вещи рассказывать, но вот у меня все-таки, наверное, все-таки история со школьниками, вот к 25 февраля, наверное, больше всего поразила, если там какой-то там официозное, там, мероприятие, там, ограждение, тут вроде Балили, либо еще что-либо. Ну да, Андрей, поделились по такой информацией, но я хотела задать совершенно маленький вопрос. Самый младший возраст ребенка, которого вы видели в камуфляже на улице в Донецкой.